Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Сегодня я хотела бы с вами поговорить про перманентный макияж. За или против? На самом деле, это так здорово, что есть такая процедура, которая помогает восстановить то, что, возможно, у нас по каким-то причинам уже исчезает. Например, у вас были шикарные брови, но вы их перещипали в свое время, и у вас там остались 2-3 волоска. И вот перманентный макияж, шикарная процедура, которая может восстановить вам брови. Вот если подходить к этой процедуре именно как восстановить свои природные достоинства, то тогда это просто великолепно. И я советую многим женщинам, если у вас свои брови практически исчезли, и, конечно, очень сложно рисовать, да даже дело не в этом, а в течение дня постараться сохранить, чтобы ничего там никуда не исчезло, поэтому есть такое опасение, и если вы делаете перманент, то это великолепно. Если есть какая-то очень сильная асимметрия губ, возможно, это была какая-то травма, может быть, там шрамы, может быть, еще какая-то причина, которая помогает вам с помощью этой процедуры восстановить контур, сделать губы более четкие по форме, выровнять асимметрию, но при этом сохранить естественный цвет. Великолепно, я только за. А вот что касается макияжа глаз, точнее, перманента стрелочек, вот здесь вот есть такой нюанс, что когда делаются стрелки, глаза становятся более яркие, но вот стрелки не всем хорошо. Дело в том, что особенно, когда мы становимся старше, то наша внешность, она становится такая менее контрастная, к сожалению. Поэтому, когда девушки постарше делают перманентные стрелки, то их внешность выглядит более жесткой. Очень часто бывает так, что вот я сделала стрелки, и теперь могу не краситься. Так вот, стрелки не дают какой-то такого эффекта увеличения глаз, они дают яркость, но не увеличивают глаза. Особенно, если у вас так происходит, что у вас меняется строение века, и веки становятся более опущенные, то стрелки деформируются, и в итоге они не дают тот эффект, который, может быть, давали эти стрелки, когда вы красились там в более молодом возрасте. Поэтому с возрастом, так как у нас все линии опускаются, если мы делаем перманентные стрелки, и они у нас завалились немножко, то вот эти яркие линии очень сильно опускают вообще все лицо. Поэтому, что касается стрелок, то лучше их не делать, потому что, когда вы делаете стрелки, точнее, не вы, а вам мастера, очень часто еще они делают по уровню, скажем, длины своих глаз, соответственно, для того, чтобы стрелка не завалилась, получается так, что без ресниц, без макияжа, глаза смотрятся ярче, но разрез глаз смотрится короче, или, если подлиннее, то стрелка заваливается, то есть и в том и в том случае это смотрится некрасиво. Вот что касается бровей. Брови это здорово, но запомните такую вещь, что перманент бровей нужно делать только по классической схеме. Почему? Потому что тенденция моды меняется, потому что сегодня актуально одно, завтра другое. Если вы сегодня делаете перманент, и он у вас продержится там или в пять, вы, может быть, даже через два года будете абсолютно неактуальны с этими бровями. Более того, очень часто бывает, что брови делают или слишком активные в самом начале, вот посмотрите на эти фото, или, может быть, они слишком вздернутые, что создают очень злой вид, и это вообще не омолаживает. Или брови могут поменять цвет, но это уже как бы моменты такие технические, когда мастер намешивает краску. И еще очень многое зависит то, как проявится краситель, от вашего личного состояния здоровья. То есть один и тот же краситель на каждой коже будет проявляться по-разному. Плюс есть разные техники. Я призываю девушки, те, кто постарше, пожалуйста, не делайте себе графичные брови. Графичные брови, как вот эти вот, они красивы только на девушек, чаще всего восточных, у которых смуглая кожа, и такие четкие линии на них смотрятся красиво. Все девушки, которые более миловидные, светленькие, русые, то, пожалуйста, не делайте очень активные, прямые, жесткие, графичные брови. Это очень сильно старит, это очень сильно усиливает вот эти вот морщины, которые идут вниз. Особенно, если брови мы делаем достаточно прямые, как у мужчины. То есть это вообще не про красоту. Даже если технически вам сделали очень хорошо, то общее восприятие вашего лица, оно становится слишком жестким, неестественным, с мужскими чертами характера. Зачем это? Объясните мне. Наоборот, надо брови делать только классической формы, потому что классику всегда можно чуть-чуть изменить. Вот нужно будет сделать пошире. Вы дорисовали два волоска, одну линию, и все, и у вас уже брови пошире. Вам нужно сместить пик бровей, когда он в классической зоне, вы его смещаете легко. То есть вам хочется сделать понежнее, вы немножечко их высветлили, хочется поярче, вы капельку подрисовали. Но когда делаются брови чересчур яркие, то с ними уже ничего не сделать. Более того, я сейчас занимаюсь тем, что я подбираю своим клиентам средства, которые помогают замаскировать брови. То есть мы сначала делаем перманент, чтобы потом и замаскировывать. То есть мне кажется, что это как какие-то совсем не те действия, которые хотелось бы. Еще я не понимаю, вам откровенно скажу, я не понимаю, чтобы не краситься. Почему? Почему вы не хотите уделить себе время, 5-10 минут, для того, чтобы постоять в зеркало, потрогать свое лицо, сделать красивые стрелочки, те же самые, брови накрасить. Это же удовольствие. И в этот момент, это правда, какая-то вот прям медитация, магия происходит. А вы хотите как? Так, чтобы проснулась в зеркало смотреть не надо, встала и пошла. Это вообще чисто по-мужски. Поэтому, когда женщины делают перманентный макияж, чтобы не краситься, меня это удивляет, потому что это в конце концов приводит к тому, что мне нужно такие средства для волос, чтобы не мыть волосы, мне нужно что-нибудь, чтобы, например, нарастить ресницы, чтобы не красить ресницы, и так далее. Это все по мужскому пути. И вот этот весь тюнинг, конечно, если ты сделала на все очень грамотно, это может быть очень красиво, но, к сожалению, очень часто бывает, что многие мастера, в том числе, делают ошибки. Не потому, что они специально как-то, да, женщину роду, нет, просто, возможно, не хватает еще уровня знаний, что касается цвета, колорита, пропорций, и в итоге получается, технически сделано хорошо, чисто, правильно, а с точки зрения эстетики, лицо смотрится дешево, лицо смотрится старше, грубо, неестественно, поэтому, в итоге, потом приходится все это маскировать. Значит, какие рекомендации? Если у вас такое строение века, что веки опускаются потихонечку, пожалуйста, не делайте стрелки, даже межресничные. Лучше покрасить ресницы краской, и делать это, например, один раз, там, в месяц, или в три недели. И вот этот краситель, который заполняет пространство между ресничками, будет создавать вот этот эффект межресничной прорисовки. И этого будет достаточно. Особенно, если вы блондинка, старайтесь не делать вот эти четкие линии. Если вы делаете перманент губ, старайтесь делать форму омолаживающую, чтобы не было такого варианта, когда губы смотрятся слишком опущены, и дают такой тяжелый, неудовлетворенный вид. Если вы делаете губы, то, пожалуйста, пусть по цвету это будет приближенный к вашему натуральному. Иначе, когда делают девушки перманент губ, и делают их очень сочными по цвету, то в итоге получается, как будто бы вы надели одну помаду, и ходите с этой помадой годами. Это очень скучно становится, буквально через неделю. Такой цвет бывает сложно вписать в какой-то образ. Эта помада, точнее эти губы перманентные, они как будто бы живут сами по себе. Поэтому потом адаптировать макияж и подобрать одежду бывает очень сложно. Соответственно, делаем цвет, который похож на ваш природный, делаем симметричные губы, если есть асимметрия, или какие-то пробелы, например, после простуды, и тогда вы сможете вот на эту прекрасную, классическую форму, ее адаптировать под новые тенденции, или сделать цвет посветлее, потемнее. У вас будет такая возможность. Что касается бровей. Значит, есть сейчас несколько техник. Пожалуйста, выбирайте технику максимально натуральную. То есть, вы когда приходите к мастеру, посмотрите, какие есть варианты, посмотрите его работы. То есть, нужно сделать перманент бровей так, чтобы никто не догадался, что у вас сделан перманент бровей. Вот это будет идеально. Тогда получается, что у вас просто свои естественные брови, и в любой момент, когда вам захочется сделать макияж, более вечерний, вы их подкрасите. Если вы без макияжа, они не будут смотреться инородно на вашем лице. У вас будет очень красивое, гармоничное лицо. Выбирайте мастера, позаботьтесь о том, чтобы, может быть, посмотреть несколько мастеров, их работы. Обязательно сходите на консультацию, сможете ли вы договориться с мастером о той форме, которую вы хотите. Как делаю я? Ко мне приходят мои клиенты, мы обсуждаем форму, и потом мы идем вместе к мастеру по перманентному макияжу, и согласовываем, что будет вот такая-то форма, такая-то техника, и в итоге получается очень хороший результат, что никто даже и не подозревает, что там что-то сделано. Вот за такой перманентный макияж я голосую однозначно. Я думаю, что вам было полезно, девушки. Пишите ваши комментарии по поводу перманентного макияжа, был ли у вас удачный опыт или неудачный. И напишите тему, которую вы хотели бы, чтобы я осветила в следующем видео. Спасибо за внимание и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!